Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт». Мы говорим о служении, о жизни Божьих людей. И я рад представить гостя нашего эфира – это Эммануил Фролович Прокопенко. Приветствую вас! Приветствую, брат Геннадий, ну и всех зрителей. Мы тоже приветствуем, дорогие друзья. Спасибо! Друзья, краткая визитка. Эммануил Фролович Прокопенко – служитель церкви Вифания, пастор, епископ. 25 лет ответственны за отдел образования церкви. С супругой Олей они имеют 10 деток, 30 внуков и 7 правнуков. Какие красивые цифры в вашей жизни! Маммануил Фролович, спасибо огромное, что мы сегодня можем собраться на этом месте. И так много интересного мы услышим о славе Божьей в вашей жизни. Ваша жизнь разделена на 4 этапа. 5 лет своей жизни вы прожили в Украине, вы родились в Одессе. 25 лет вы прожили в Белоруссии, 25 лет вы прожили в Латвии и уже перешагнули 25 плюс ваша жизнь в Соединенных Штатах Америки. Разрешите начать нашу беседу, расскажите о семье, в которой вы родились. И также мне интересует, какое красивое имя вам дали родители. Пожалуйста. Я родился в город Одесса, и мои родители, они жили в этом городе, и это была уже война, военное время. Отец мой был фельдшером, и его какое-то время не брали на войну, как медицинского работника, потому что это было просто там нужда в этом. И потом все-таки его призвали в армию, и когда призвали в армию, на это время у них была доченька, и жена его была беременна, именно мной была беременна, как я потом узнал. Отец был глубоко верующий, он был проповедник, и он особо понимал слово о том, чтобы не клянись, или взявший меч от меча погибнет. И поэтому, когда уже его забирали в армию, он пришел с женой и, можно сказать, попрощался. И сказал, дорогая моя жена, я благословляю тебя, отдаю в руки Божьей. Я не знаю, буду я жить или не буду я жить, но я твердо, мои убеждения, я оружие брать не буду и не буду давать клятву. И когда его призвали, то есть на этом уже как бы все закончилось, общение мужа и жены, общение. На то время никаких телефонных связей, никаких писем, это была война. И мама осталась, Одесса переходила, как она рассказывает, за время войны 13 раз. То немцы, а то русские забирали. И когда это были особенно бомбежки, когда немцы бомбили, и в ночное время они как бы высветили, как на парашютке, такие фонари, и бомбили. И люди старались убежать где-то. У нее не было куда бежать, ничего, и она уже настолько устала от всего, от этих взрывов, от этих бомб, снарядов. И она сказала, господи, эту ночь я никуда не пойду. Если ты хочешь забрать, забери всех нас сразу. Забери всех нас сразу. И она очень глубоко со слезами помолилась. И, господь, а если ты сохранишь меня, дай мне так уснуть, чтобы ничего не слышать. Ничего не слышать. И она уснула. И уснула так крепко, что спала всю ночь. И когда она проснулась, она услышала даже за окном пение птиц. Пение птиц. Она думает, а неужели бомбежки не было? И когда она встала, она увидела и удивилась. Буфет с посудой, это где вот такая стеклянная посуда хранится, он лежал разбитый. Она не может понять, что произошло, как она не слышала. И она понимала, что я молилась так. Ну, неужели так, Господь сохранился, неужели так. Она подскакивает к ребенку, к своей доченьке. На этой кроватке аж щекотурка лежит. Она выхватывает ребенка. Девочка спит спокойно. Она не может понять, как она спала. Ребенок спал. Все разрушено. Она выбегает из дома. Это многоквартирный был дом. И половина дома разрушена. Вот она стоит вот так вот. И благодарит Господа. Уже больше возвращаться некуда. И вот в таких вот трудностях, в таких вот переживаниях пред Господу, она молилась за ребенка, которого должна родить. Она не знала точно, когда и даты, и все. Знаете, в на то время не было таких медицинских осмотров. И все. И пришло время. И она родила, не знала, мальчик или девочка. И родился мальчик, который сегодня сидит перед вами. Имя она не выбирала ничего. Она просто его вымолила. Она спрашивает, как ваша мама выбирала имя. Она сказала, с нами Бог. И в дальнейшем записали, Эммануил. Мама выбрала вам имя в этих обстоятельствах, когда она... Вот не было защиты. Муж был на войне. Она сама с детками. Во время войны все происходило. И вот эти слова прозвучали, что с нами Бог. Через какое время папа мог увидеть вас? Папа только мог увидеть после войны. Мог увидеть. Никакой переписки, ничего не было. Но моя мама, значит, она как она... Она все время переживала, живой он или не живой. Живой. И уже отец, когда вернулся после войны, он вернулся, отец. И он рассказывает, что это буквально немного прошло времени. Он был в военном госпитале. И был как бы на хорошем там учете, как... Ну, медбрат, наверное, по-английски называют. Хороший специалист был. Но фельдшер, нет, это медработник. Да. Вот, он как медработник был. Потому что очень много было раненых, очень много было. И вот перед тем, как его много раз предупреждали конкретно, что он будет расстрелян, если он все-таки... Не примет присягу. Да, и присягу не примет, значит, он будет расстрелян. Расстрелян. Он сказал, что я согласен. И его забрали, арестовали. И вот в ту ночь, когда его арестовали и забрали, госпиталь был разбит и разрушен почти. Разрушен. И главный врач на завтра, главный врач, это начальник госпиталя военного, он начал искать этих людей. И люди, которые были там еще поранены, и еще там поранены. Некоторые были просто убиты были. И особенно медицинских работников не хватало. Того-того спрашивает. И спрашивает моего отца, где это Фролл Прокполенко. Ему сказали, что его повели на расстрел. И вот на то время телефонов не было. И каким-то путем там такие, как, не знаю, рация, или как там, отец рассказал, что магнито какой-то вот так набирали. И он, как главнокомандующий, мог связаться с главнокомандующей. Он вылил всю свою душу. Сказал, убейте меня. Если немцы убивают, и русские убивают своих. И меня убивайте. Некому больше работать. Госпиталь закрывается. Ну и начальник начал его успокаивать. Что ты хочешь, что ты хочешь. Он говорит, я хочу, чтобы вы вернули этого человека. Тот говорит, если еще не успели расстрелять, значит его вернут. Они послали гонца. И в это время уже, как потом уже, отец узнал, когда гонец пришел, что уже стояло 12 человек с автоматами, которые они должны были убить. И когда отбой, в этот момент, когда там несколько минут остается буквально, отбой, все, отменяется приказ, отменяется приказ. И этот начальник сказал, что пусть, которые там знают, что все-таки стреляли они. И они выстрелили в воздух, дали команду. И уже потом отец узнал, что если сказали, что из тех, кто убьет случайно его, значит мы вас на месте расстреляем. Но отец не знал ничего, то потом только узнал все. Стреляют, он падает в шоком состоянии, в обморок. Его там на носилке, в госпиталь. Принесли главному врачу, кинули, давай работай с ним. Отец остался живой. И уже после войны, когда отец вернулся с войны, не имея, не знаю, где его семья, потому что мама где-то там уже жила в другом месте. Разбомбили все. Вот, и навстречу ему выбежала его доченька, которую он узнал, жена. И выбежал мальчик, которого звали Эммануэл, который вот сегодня перед вами находится. Слава Господу, как же приятно слышать эти свидетельства. Милон Фролович, я знаю, что за жизнь вашего папы вы еще боролись. Какие были еще случаи, когда было очень сложно? Да, были очень много случаев, насколько мы знали. Мне вот особенно, что в моем детстве впечатлилось. Мне было на то время, было 10 лет, мне на то время было, да. Папу часто увольняли с работы за то, что он проповедовал везде, говорил о Боге. И он работал медицинским работником, он работал с анапидстанцией, да. И вот он пришел какой-то уже очередной раз, и пришел и говорит, меня уволили с работы, и мы не знаем, как будем жить. Давайте будем молиться, детки, давайте будем молиться. Он оперся, поставил свой портфель, оперся об стол, мы все окружили и стали молиться. Потом папе стало плохо, и он упал на пол. Мама подошла, подбежала к нему, стала, она тоже сама медицинский работник был, стал пульс ему, пульс еле-еле прощупает. И она тогда говорит, детки, вопите к Богу, папа умирает. Это четко в 10-летнем возрасте настолько. И мы плакали и вопили. Никаких телефонов не было, скорую помощь не было вызывать, просто была борьба за жизнь. Мы плакали и вопили. Мы не заметили, когда потом, что прошло полтора часа вопля. Вот, пятеро детей. И потом мама моя, она была кричена Духом Святым, имела дар пророчества. И Господь через нее сказал, она подошла к отцу и сказала слово от Господа. Ради вопля детей, так говорит Господь, ради вопля детей я продляю тебе дни жизни. Продляю дни жизни. Я с открытыми глазами смотрел на это и даю тебе знамение, еще было сказано. На следующий год будет у тебя ребенок. Я что-то в 10 лет вроде бы что-то понимал и думал, как это может быть еще ребенок. Мама подошла, стала поднимать отца с трудом. Мы все окружили, папочку подняли. И он запел, я не умру, я буду Бога славить. Мы все как один клубок, как один клубочек мы связались, благодарили Бога, плакали, что Бог сохранил нашу жизнь. Слава Господу. А теперь дальше же что? Было сказано, что на следующий год будет ребенок. И прошло время, наша мама забеременела. И через год, не 9 месяцев, а через год. Так, как было сказано. Так, как было сказано. Она родила девочку. Эта девочка, она же женщина живет в Сиэтле, бабушка, бабушка уже живет в Сиэтле даже. И наш папа после этого прожил ровно 20 лет. Вы знали, что 20 лет? Нет, такого не было сказано, и папа не знал, и мы не знали. Ну, так, слава Господу, 20 лет это хорошая цифра. Да. И потом, когда он снил сон такой, что он умрет там и там, вот именно на своей родине он умрет. И говорит, детки, если все будет, и будет похороны. Он видел похороны. И кто? И говорит мне, что я буду на похоронах. Я буду на похоронах. Потому что это уже 10 и 20, то есть мне было уже 30 лет. Что я буду на похоронах, и буду говорить вот такую проповедь. Да, папа. И чтобы его не забрали туда, а там похоронили, не привозили его. Не привозили его. И вот так и случилось. Он поехал, и он проведал свою сестру, старшую. И ему что-то стало плохо с сердцем. И он говорит, сестричка, давай мы помолимся, мне плохо сердце болит. Стали на колени, а она во время молитвы решила побежать к соседке, там какого-то сердца болело, попросить таблетки. И когда она пришла, он уже умер, стоя на коленях. На коленях умер. На коленях. Он умер на коленях. И она схватила его еще, через силы схватила в таком, она его поднять не могла, а то схватила, положила его на постель. И пыталась что-то там еще сделать, и ничего она не сделала. И когда уже я приехал на похороны туда, папа лежал в гробу, это был весенний день, розовое лицо и улыбка на лице. А в сердце, Господи, мне бы такую смерть лег, что буквально несколько минут, через несколько минут. На коленях пришел Господь. Спасибо огромное за свидетельство о ваших родителях. Вы говорили, переезд в Белоруссию. И интересно, что начинали вы в церкви Ехэбэ, и потом так Господь дал, что еще одна была церковь в Барановичах, где вы тоже участвовали в жизни. Если можно, вот этот момент, вообще ваша семья, они из баптистской семьи? Они были иванские христиане на то время. А, так так было. Были иванские христиане, и баптисты соединили, а это были разные, как бы, движения, разные были движения. Хорошо. Ну как, значит, еще мне не было пяти лет, переехали в Белоруссию. Переехали в Белоруссию, и мы жили в Белоруссии, и практически уже я возрастал как мальчик, и мое такое детство сознательное детство, можно сказать. Я уже об Украине мало чего там могу помнить, да, а здесь я уже прекрасно помню, потому что день начинался с молитвы. У нас день заканчивался молитвой всегда, да, когда папа с мамой приходили, после работы приходили, после работы папа на скрипке играл, а мама на гитаре. Они приезжали, надо прославить Господа, чтобы покушать. А мы кушать хотим, думаю, ну быстрее, быстрее бы уже покушать, покушать быстрее, да. И они поют такие песни, как быстро дни летят вперед, ну как быстро, ну уже день кончился, ну как это, поют, и они славят Господа, да. И родители ходили, вот, в церковь на то время, на церковь было баптистов, а пятидесятников вообще не было таких других, как бы, а иванские христиане, которые были, пятидесятники остались, которые братья посадили в тюрьмы, а которые вынуждены не ходили в этой церкви. И вот я помню, это мне было 16 лет, был день Песятницы, и один какой-то гость был, приезжий гость, или как потом на ней говорили, какой-то заезжий гость, и он говорил о том, о дне Песятницы, и говорит, вот все, что написано, говорит, да, и он прямо говорил конкретно, что ваши сыновья и дочери, они будут пророчествовать, они будут видеть видение. Просто он говорил, как, какое пророчество. И вот мне такому мальчику так запало в сердце это все. Кончилось служение, и этот брат куда-то ушел, его не могли никто найти, ни мы, ни там, братья хотели, и братья хотели найти. Поговорить, да, а мы тоже своей стороны хотели, потому что затронуло сердце. И вот интересно, что мы стали собираться, вот, не то что молодежь, а днятер, можно сказать, по-нашему, подростки. Пятнадцать, шестнадцать, четырнадцать лет, и Господь стал крестить Духом Святым. Братья нас приглашали и говорили, что это такое, то есть это стало слышно, не то, что мы там прятались, да, что, мол, там сатана войдет в вас, что это вот такого, об этом нельзя. Там родители тоже наших так немножко, это самое, ну, так как родители наши, они были крещены Духом Святым, они считали, что это нормально. Они считали, и других, которые родители были, а другие, которые нет, они просто ходили. И когда стал Бог крестить Духом Святым, нас приглашали очень строго и сказали, что, там, на братский совет, что отлучить надо их, отлучить. А там один старец был, говорит, братья, кого вы хотите отлучить? Они никто не члены церкви, их прилучить надо, прилучить. Они пойдут, говорит, то там действительно, может, какое-то заблуждение, ересь будет, да. И, можно сказать, в церкви как произошло разделение. То хотели выгнать нас, а то группа просто ушла на то время, такая, как инициативная группа баптистов была, нерегистрированная церковь, они открыли. А здесь, которое, можно сказать, Господь стал крестить не только подростков, а стал крестить Духом Святым и старших людей, а те, которые были крещены Духом Святым, это переросло в церковь, это город Барановичи, церковь спасения по сегодняшний день. Слава Господу, это известная церковь. Полторы тысячи членов, можно на Ютьюбе зайти, церковь спасения, это Писятническая церковь. В этом городе Барановичи несколько церквей Писятнических, это такой, можно сказать, районный центр, но это довольно такое, живые церкви. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о том времени, это же время гонения. Да. Это вас преследовали, вот, например, если вы проповедовали, вам за это могло быть наказание. Вспомните, если что можно. Да, да, были вот такие, что вот именно, может быть, даже, это уже я был крещен Духом Святым, это 16 лет где-то было, у меня был друг Смоленский, и он меня пригласил, и говорит, что, он как раз рассказал, что у них в Смоленске тоже на дому он крещен Духом Святым, мне было так с ним встретить хотелось, когда я приехал в Смоленск, приехал в Смоленск, он встретил меня и говорит, ты знаешь, КГБ преследует, идет и оглядывается, говорит, надо быть очень осторожным. Ну, вот так вот, чтобы у нас еще в Беларуси, это чтобы так по пятам ходили КГБ, такого не было. Ну, если Евангелие открыл и стал читать, тогда, конечно, там наказан был. И вот мы шли, так осматривались, я думаю, что там за эти КГБ, интересно, как они выглядят там, потому что я сейчас с ними лично не встречался. И вот мы пришли на дом, и по случаю того, что остался, что я гость, я так и не думал, что я гость, по случаю, что гость приехал, собрались на дом, может быть, человек там 30, ну, полная комнатка такая, битком набита. Вот, и как раз мне время проповедовать, дали мне Евангелие проповедовать, да, в это время заходит милиция, понятая. Все-таки шли по пятам. Значит, оказывается, на самом деле шли по пятам, да, шли по пятам. И, значит, переписывают, дошли до меня, откуда, гость, что вы тут делаете, я рассказываю, приехал к другу, ну, вот вы проповедуете, и мне показывается, я должен Евангелие передать, иначе заберут. Я так не совсем это понял, и одна сестра подбегает, сестра выхватывает у меня с рук, запал в Евангелие и убежала. Какая молодец. Оказалось, что Евангелие-то сохранили, иначе забрали бы у меня. Ну, предупредили, ТАСС разогнали оттуда, и я приехал уже домой, меня вызывают, вот. В Белоруссии вызывают? В Белоруссии вызывают, да, вызывают, это, ну, это мэрия, тогда не мэрия была, как оно считалось, это городское, вот это правление вызывают меня, вот. И что вы делали? Ездили в Белоруссию, да. А там какая-то была одностимная комиссия, и судили, они такой, ну, суд, это не в суде, как тут в Америке судят, кто разбил окно, кто подрался с женой, там, пьяный, что-то, что-то тут воровал, вот такие вот мелкие преступники, и я среди них, мне так интересно, почему я среди них, вот. Ну, видите, в преступники записали. Да, да, это в горосполкоме, при горосполкоме это было, да. Почему я? И когда меня, вот, ты был? Был. В Смоленске, был. Так, ты чего ездил туда? Я говорю, к другу ездил там. А ты там устраивал какие-то молебны или что? Я говорю, нет, я не устраивал. Нет, у нас есть документы, что ты устраивал, все зафиксировано, прислали, вот так и так. И ты там еще проповедовал? Да, я проповедовал. Ну, и вот они там говорят, что будем делать с этим преступником? То есть, вот мы сидим, что будем сидим? Потому что это неординарный такой, чем они уже знали, там столько, столько, столько. Так, что ты работаешь, ты учишься, а я как раз уже, мне школа, 10 класс не давали закончить, я работал, учился в вечерней школе, потому что не давали закончить. Так, сколько у тебя зарплата на то время? У меня 60 рублей зарплата была. Так, вот так вот, месячный оклад, чтобы знал в следующий раз, как проповедовать, еще ездить и других там, это самое, вот заблуждение вводить, мне так непонятно, месячный оклад. Это большие деньги, месяц работали. Да. За то, что вы один раз проповедовали в этом случае, ну, когда вас словили, они забрали у вас зарплату. Да, и я отцу говорю, отец говорит, сыночек, ты живешь у родителей, что тебе, что тебе? Ты с родителями живешь? Да, живешь с родителями, да вообще во внимание не обращай. Когда я сейчас молодежи говорю, современной молодежи. А дайте зарплату. Да, когда вот, ребята, сколько вы зарабатываете, там, девочки даже, там, с внуками своими, так и так вот. Вот если бы за то, что ты, Иван, или отчитаешь, у тебя месячный оклад, как? Ну, не может быть. Ну, неужели это месячный оклад? Потому что они в тысячах уже измеряют. Конечно. Им настолько это понятно. Ну, вот такие вот приходилось. Это начало было такое. Я знаю, что много свидетельств о том, как проходили вы сложный этап. Вы же поступали в Латвии. Не в Латвию, это Белоруссия. А вот в Белоруссии поступали? Да, я сначала в политехническом институте учился. Вернее, да, поступил. А мне сказали, что, ну, братья нам, говорят, только заочно, говорит, потому что как комсомольцы тебя не возьмут. Я поступил заочно целый год в Белоруссии, учился в политехническом институте. И в конце года я там приезжаю на сессию. Меня вызывает парторг и начинает говорить. Ты хочешь учиться? Я говорю, да. У тебя-то ошибка. Ты там не отметил, что ты комсомолец. Она ошибочка. Говорит, сделай там птичечку. Я говорю, нет, я не комсомолец. Ну, сделай птичку тогда. Я говорю, нет, я не буду делать птичку. Тогда выбирай, или ты учишься, или нет. Я говорю, я хочу учиться, все. Нет, выбор. Все, и меня выгнали. Что не может быть. Но за Ваше Бог заступался? Были случаи? Господь заступался. Но когда я тоже год проучился, отец мой, как медик, он говорит, папа, мне говорит, сынок, езжай в Латвию. В Латвию, говорит, там все спокойно, все. И подавай документы в медицинский институт. Хотел, чтобы врачом был в медицинский институт. Я подаю документы в медицинский институт. Мне приходят, как абитуриента уже, письмо официально вызывают на экзамены, вступительные экзамены. Я приезжаю, и целый список там абитуриентов. Перечитал целый список, моей фамилии нет. Моей фамилии нет. Я спрашивал, куда? К декану. Направили к декану. А что, от чего там все? Он куда-то звонит, звонит, и потом говорит, надо зайти к Порторгу. Ну, я уже сам понимаю, что в Порторгу. Порторг начинает мне говорить, вот, это у вас ошибка, или тоже так, таким же они как-то одинаково говорили, в Латвии, Белоруссии. Я говорю, нет, нет, это не ошибка, это на самом деле. Он говорит, да, врач должен быть не только комсомольцем, а коммунистом. Говорит, и меня не допустили до экзаменов. Сложное время было, и так много наших людей, салантливых способностей, не могли учиться. Скажите, пожалуйста, как вы встретились с вашей будущей супругой Ольгой? Ну, мы встретились, иногда там спрашивают, где вы встретились? А где вы встретились? Встретились в церкви, встретились, да. Приехали гости, это тоже было в Белоруссии, я еще как в то время жил в Белоруссии. Приехали гости с Минска, приехали гости, там, поют, и все. Ну, мы молодые люди, мы досмотрим, все. И вот одна сестричка, она присмотрелась почему-то, так, туда-туда, молодежь, я же их никого не знаю. Еще раз, и как? Раз, и все. И это самое. После собрания мы познакомились, мы познакомились, и на то время, знаете, там, и автобусы не ходили почти, и мы пешком часто ходили. И молодежь идет, и понемножку там налево, направо, каждый уходит, да. А это девочка идет, она идет, и начинаем беседовать, и все. И получилось, что ее пригласили, и пригласили ее ночевать моя сестра. Ой, да. Моя сестра ничего не знает. Как удача пригласили. И люди отходят, отходят, то есть, ну, которая поближе, там, там, потом я иду, и все говорят, а ты куда идешь? Уже дошли до дома, до этого, значит. А ты куда идешь? Я говорю, я домой. Я говорю, а ты куда? Она говорит, а меня Вера пригласила. И вот так мы познакомились в доме, оказывается, случайно. Полтора года переписывались, я в это время в Москве работал и учился в специальности просто. Вот. Она училась в Минске, работала и училась. Вот. И через полтора года действительно мы пришли к тому, я молился, я не знал, ее как бы близко, поэтому я очень переживал. Я только молился, господи, если это от Тебя, Господь, то устрояй все. Если Господь, это не от Тебя, тогда пусть оно будет разрушено. Вот так нас учили братья, говорит, если не знаешь, как поступить, говорит, скажи Господу, если не Тебя, пусть закрыт, слагбаум будет, закрыт будет. Ну, какие-то препятствия, чтобы я явно увидел, да. И все есть устройство. Так как все устройство, я даю ей предложение, даю ей время, чтобы она месяц подумала. Сам еще не мог дождаться месяца, через две недели позвонил ей, если ты готова, скажи, если нет, я буду две недели ждать. Еще две недели, да. Она говорит, я могу сказать, да, согласен. Стала моей женой, мы уже прожили. А теперь вы знаете, что от Господа. 55 лет прожили совместно. Поздравляем вас. Господь дал 10 деток, 30 внуков и 7 правнуков. Слава Господу. И живем по-настоящему. Как же приятно, когда вы от Господа получили этот подарок, вы узнали, что она от Господа. Минус Фролос, следующий вопрос будет болезненный, но все-таки мне нужно его вам задать. третий ребенок в вашей семье рождается, это Танечка, и она рождается синдромом Дауна. Такой Даунинок ребенок у вас. И ваша реакция, как вы это приняли, через что вы прошли? О, реакция очень тяжело была, реакция. Это как раз мало того, что это было, что третий ребенок, он больной, это было время как раз переезда, время переезда. Так как мне в Беларуси сказали, квартиру никогда не дадут, но на то время мы получали квартиры как бы на роговосе, бесплатно получали, мне не дадут за то, что я верующий, и вот проповедник еще. И поэтому меня пригласили друзья в Ригу, они говорят, что там сейчас очень большая стройка идет в Риге, и дают квартиры, и верующие тоже получают квартиры, и здесь не так сильно уже преследуют, как вот в Беларуси. И я приехал, я приехал просто узнать, как это, что на самом деле, когда мне все рассказали, что вам дадут время на жилье сначала, такое как бытовку, а потом в течение года примерно вам дадут квартиру, и ставят вас на очереди. Зарплата больше, чем в Беларуси, и все, и я соглашаюсь, они говорят, ну пишите тогда заявление, я говорю, так я еще не уволился, я там считаюсь на работе, ну пишите, и говорят, а потом уволитесь и приедете. Вот, и я приехал, мы с женой уже разговаривали, тогда я по телефону разговаривал, что делать, то есть у нас третий ребенок, мы не знаем, вот как быть, негде жить там, в Латвии, где, а здесь квартира в Беларуси есть, и родственники мои живут в Беларуси, и мои родственники, да, они соглашаются помочь, посмотреть за моей женой, и чтобы я не потерял там работу, я уезжаю туда, и примерно я знал, в каком время родится ребенок, родится у нас ребенок, я старался больше часов взять, чтобы отработать, оказывается, ребенок родился раньше, чем мы планировали раньше, и потом получаем известие, что синдром дауна, вырожденный порог сердца, и там целый ряд таких, и, конечно, я телеграмму получил, я уже сразу приезжаю туда, жена моя плачет, все, я этого ребеночка беру, я смотрю, я его разворачиваю, и пальчики, и ручки, и ножки есть, и носик, я вообще ничего не вижу, думаю, что там врачи выдумали, какие все, господи, а в сердце стучит, господь, что, почему, за что, я тебе проповедую, я тебе служу, с ранней юности своей, свою жизнь посвятил, жена моя, пересматриваю всю свою жизнь, там врачи сказали, она спрашивала, почему, что, говорит, ну, может быть, муж пьяный был, вот, она говорит, он никогда в род не брал, алкоголь не брал, ну, может быть, в роду там было, в роду никого нету ничего, для нас очень большие трудности, что делать, что делать, вот, как быть, или мне возвращаться в Белоруссию, или ее забирать там, хорошо, я буду искать там какую-то квартиру, или что-то, ее забрать, ее забрать с ребенком, ну, и уезжаем со слезами, я работаю, 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 да, и там квартиры дают, но мне не дают, все время очередь моя подвигается, подвигается очередь. Умышленно они так делали, чтобы вы не получили. Да, и потом, все-таки, друзья мои были, такие, которые, они просто взяли нас к себе, жили в таком же, там, можно сказать, я даже и не имел, даже временного жилья не давали, там, которые, вот, и друзья взяли нас, и мы, у них самих четверо детей, и взяли нас трое детей, у нас больной ребенок, мы в тесных таких условиях жили, в тесных условиях, потом все-таки, в конце концов, нам дали такой вагончик, бытовочку, и мы жили в этом, и для нас было очень трудно, как нам дальше, врачи сказали, ни в коем случае, чтобы детей не было. Чтобы больше не рожали. Не рожали детей, потому что все дети будут больные дальше, все дети. Мы как женились, как обговорили с женой еще, и до свадьбы, сколько Господь даст деток. Примемся. Только примем. Так мы решили сами. Не то, что учение какое-то было, ничего, вот это внутреннее такое было, и у нас общее согласие, то есть мы, мы так, так и жили, так и жили. И когда врачи говорили, мы просто, не просто преклонялись, а так скажем, как нас люди взрослые слушают, может и дети, просто воздерживались. Это было какое-то время. Вот. И я ее очень любил. Я обним, приду, обнимаю ее. Я просто, у нас так очень, это было трудно. Я был на молитве, это уже в Риге, когда жил, очень хорошие молитвы такие были, на домах, и так сильно Дух Святой действовал, одной молитве был я. И Господь Духом Святым ко мне сказал, не живи, как брат с сестрой. Никому этого понятно не было, я дал тебе жену. Для меня это было настолько понятно, настолько понятно, да, что я должен жить просто с ней. И рожать детей дальше. И детей рожать дальше. То есть, Иван Фролович, было с одной стороны, доктора вас пугали, что все, больше нельзя, с другой стороны, вы получаете ответ, и вы даже какое-то время остановились, думали, как же жить дальше. Но с другой стороны, Господь вас говорит, что дам еще деток. Что Господь сказал? Да, но что это было? Это был в тот же самый вечер, это было. Это тот же самый вечер, на молитве. Это была зима. И Господь сказал, я дам. Ты боишься, что дети будут больные? Ну да, боишься. Господь говорит, я дам тебе, да, я, конечно, боюсь, я поэтому и воздерживаюсь. Вот. Вот. Господь сказал, я дам тебе семь детей, и ни один из них не будет больной. И в твоем роду, наследии, не будет больных детей. Я так очень так тяжело вздохнул, и как бы просветление прошло. Ну вы это приняли от Господа. Да. Я принимаю, а как моя жена? Я возвращаюсь домой после этой молитвы, поздно, вечером. Я беседую с моей женой, беседую с моей женой, рассказываю. Хорошую новость. Она слушает на молитве. Новость, да. Вот. Я рассказываю первую часть, в которой было пророчество. Я рассказываю. Я говорю, вот так и так было сказано. Она говорит, ну все понятно. Скала, все понятно. А тебе что-нибудь еще было сказано или нет? И так смотрит мне, тебе что-то было сказано? А я не спешу сказать, не спешу сказать. Думаю, как она будет принимать? Как жена будет принимать? И потом постепенно, говорю, да, было. И я ей рассказываю. И рассказываю о том, что Господь сказал. Да. Так и так. Так и так. Будут детки. Первое. А еще будет 7 детей, будет 7 детей, и ни один из них больной не будет. Она говорит, ты точно, может быть, всего лишь 7? Нет, я говорю, точно. Еще 7? Еще 7, да. Мы долго беседовали, помолились, и уже ложимся спать. У нас в этом вагончике даже не было кровати. Вот, был диванчик раскладной, она спала с доченькой на диванчике, да. А я на раскладушечке с сыночком спал, а посреди Танечка наша. Спала, больной ребеночек, да. Моя жена берет доченьку и ложит ее с мальчиком на раскладушечке, ложит с мальчиком, да. И вот я стою, я смотрю, говорю, дорогая моя, ну ты понимаешь, что мы столько время воздерживались, что ты можешь в эту ночь забеременеть. Она говорит, я понимаю. Представьте, какую Господь вам дал жену. Да, я понимаю. И принимает это как Господь. Она говорит, я понимаю. В ту ночь она забеременела. У нас родился инженер-программист, который сегодня работает. Андрюша, да? Да. И у нас родилось семеро деток. Никто с них не больной. Ну, за внуков мы говорили, 30 внуков, никто не больной. Слава Господа. Никто не больной. То есть Господь и нашел. Но это нелегко, это было. Да, мы очень много молились, мы думали, что Господь исцелит, Господь восстановит. Но мы получали такие пророчества, что… Что Господь за тайну говорил? Да, что придет такое время, что этот ребенок будет вам благословение. Ну, вы же сопротивлялись, какое благословение? Ну, мы не могли, какое благословение, Господь дает нам благословение. Но мы так себе допускали, что Бог исцелит. Вы думали? Думали, Бог исцелит. Или? Да. Исцелит, или Господь ее заберет, или как это? Ну, как может быть благословение? Ну, мы не можем мстить. То есть разум и сердце наше, да, оно… Проходит время какое-то, да, проходит время. И время Танечка ей стало. Сердце, которое там, врачу, например, сердце не нашли, другого не нашли, ничего. Ну, синдром давно остается, да. Она отстает немножко в развитии, остается в речи, она остается, да. Ну, мы это как бы все терпеливо, мы все это сносим. И проходят годы. И нашей Танечке сегодня 50 лет исполнилось. А врачи говорят, что она умрет, она долго жить не будет. Говорят, что короткая будет жизнь, а ей уже 50. Да, ей уже 50 лет. Она таким благословением служит, что мы посещаем еще семьи где-то, беседуем, где дети вот… С особыми нуждами. Да, с особыми нуждами и все. Мы говорим, что она благословением служит. Моя жена ей тяжело согнуться, разогнуться. Танечка отнесет, Танечка поднесет, Танечка, она встает, мамочка, я люблю тебя. Папочка, я тебя люблю. Она молится всегда. Когда что-то заболеет или что, она… Папа, помолись за меня, помажь мне елеем. Я беру елей, я мажу. И Бог ее исцеляет много раз. Нам трудно воспринять самим, жене или мне самому. Какое-то время болеем. И когда Таня служит для нас примером, все, она встала, подскочила, все, говорит, я здорова, слава Богу, я здорова. Сегодня служит благословением для нас. Слава Господу. Уважаемые телезрители и друзья, мы искренне рады сегодня иметь общение, вот это интервью о служении, о жизни пастора и епископа Эммануэла Фролыча Прокопенко. Мы искренне благодарны Господу за то, что этот путь он вас вел. Но давайте так, у вас же тоже были моменты, когда вы могли умереть. Вы переезжаете в Латвию, там вас опять не дают квартиру, там чудом каким-то вы переезжаете в город Елгаву, открывается церковь, как служитель. Вы проходили те этапы, когда Господь с вами разговаривал, вы могли умереть. Если можно, кратко вспомните. Ну, значит, во-первых, что очень большие были, можно сказать, как бы трудности. Бог работал с нами. Я хочу сказать, что это не просто больной ребенок родился, не просто болеет кто-то, муж, жена. То есть Бог совершает свою работу. Господь совершает свою работу. И даже то, что я стоял там на квартиру, когда мне конкретно, я стоял уже, я добился, что я стоял как многодетная, когда уже родился четвертый ребенок. И я стоял первый на очереди. И давали 15 квартир. Ну, должны дать. 15 квартир. Значит, я уже был уверен, все. Мы каждую копеечку собирали, как я сказал, у нас даже кровати не было. Чтобы только квартиру обставить, квартиру обставить свою. Мы знали, что у нас детки будут, семья будет. Большая будет семья. И в конце концов я прихожу, я не нахожусь я в списке. Я пытаюсь добиться, что, почему. Мне не говорят, но отправляют в конце концов парторгов. И потом мы узнаем, когда даже сам начальник именно, это я работал, Риская ТЭС-2. И там много очень организаций, которые работали. И вот непосредственно мои начальники, они уважали меня и говорили там, что этот человек не пьет, этот человек не курит. А этот, говорит, партор, говорит, не пьет, не курит. Он ненормальный человек. Он ненормальный человек. Не пьет, не курит. Он пропаганду, говорит. Он говорит, о каком-то Боге какого нету, да, и говорит, кому, говорит, коммунисту или баптисту давать, ну кому давать, да, давайте проголосуем, потому что уже стало там у них несогласие, и проголосовали, что коммунисту дать, у него там двое деток, ему дать, а меня сняли с очереди, и мне четко сказали, что ты не получишь квартиру. Ни в Белоруссии, ни в Риге. Да, да, значит, да, ни в Риге, и когда я молился тогда Богу, и брал посты и молитвы, и был тоже на одной из молитв, вообще как хорошо, дорогие друзья, когда мы слышим голос Божий, когда Бог говорит нам и отвечает на наши молитвы. Я помню, это было, ну, на дому молитва, и какой-то был сосуд, я не знаю, приезжий, там, лично не знаю, и меня не знали, все, и было откровение там, вот, через того сосуда, одному, второму, третьему, и потом говорит, вот этот брат, вот этому брату такое откровение, говорит, он, говорит, ходит среди многоэтажных домов и смотрит налево, направо. Ищет свою квартиру. Ищет квартиру, ну, она не... Ну, вы уже поняли. Я понял, что это я ищу квартиру, да, и говорит, я слышу голос с неба, сын мой, нет места тебе здесь. Ну, друзья дорогие, кто нас слышит, знаете, я тот, который я верю пророчествам, верю откровениям, да, но в то же время, да, я думаю, может быть, человек дерзнул от себя, вот это что, может, как Господь, я пришел к Господу, я жду от Господа. Мне сказали, там нет, и Господь говорит, нет, я уже настолько, что я уже не могу даже стоять на коленях, я просто уже опустился, просто на пол. Братья, которые, они заметили, они не знали даже, я не говорил обстоятельства, что происходит, они заметили, что, говорит, брат им, ну, тебе понятно, я только даже не мог сказать, я головой, нет. У других спрашивали, другим было понятно что-то, а мне нет. Братья говорит, ну, давайте будем молиться, давайте будем, у нас Бог, говорит, ясно и понятно. И еще будем молиться. И Господь еще, и мы молились еще. И опять через этот сосуд было сказано разным людям, и потом было сказано мне, говорит, я вижу, говорит, это для меня, для этого брата, говорит, я вижу дом на окраине города, и луч с неба. И слово, сын мой, вот место твое здесь. Я уже ободрился, я уже мог стоять на коленях, не только сидеть на полу, молиться. Господи, ну, спорил с Богом. Господи, а какая тебе разница? В квартире я тебе буду служить, в доме я буду тебе служить. Я ищу дом в реке, я ищу, ищу, даже что я там уже собирал денежки на мебель, на все. Ничего близко даже. Не хватает денег. Не хватает денег. Проходит какое-то время, и потом мне говорят, продается дом в Елгаве. 40 километров? 40 километров. Это 25 миллионов каких-то, да. И брат один приезжает, как раз это хозяин, и он говорит, ты знаешь, кому? Я говорю, я. Я поехал с ним. Он показывает мне, по дороге меня, там, электричкой едем, добираемся. Рассказывает, сколько у тебя там денег есть, то, 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 то. Выпытывает меня. Я говорю, маленькую сумму такую. Он говорит, ну, я, в принципе, могу продать, говорит, за эту сумму. А это еще его дом? Его дом, да. Но когда мы приехали в ту Елгаву, а еще нужно автобусом за Елгаву ехать, и это там где-то на крайне, там, какое-то место, и на крайне, совершенно, в лесу почти дом. И он мне рассказал, зверюшки приходят там разные. Нет, это не мое. Нет, не мое. Ну, ничего, он меня провожает на электричку, уже везет в город. И говорит, ты знаешь что, если в одном месте, говорит, дом немец продает, дом, говорит, да. И мои родственники живут там, рядышком. Ну, говорит, мой родственник один хочет, говорит, переехать с Летвой в Латвию, и этот дом хочет купить. Я говорю, ну, если там не получится, подскажи это самое мне. Вот. Он говорит, хорошо. Он провел меня, я уехал. Я приезжаю сюда, свой вагончик, это зимнее время, и мы с женой беседуем, так долго-долго, вот, может, нам тот дом покупать. На краю, ну, не, не, она говорит, в лесу, я не хочу, не хочу. Мы с ней беседовали, вот, часа два-три, детки наши уснули. Что интересно было, я смотрю в окошко, идет снег, и я вижу этого брата, его звали Йонаса Летовеца, я вижу его, думаю, я уснула или что? Как это может быть? Прошло три часа, и он здесь находится. Я выхожу, Йонас, ты кого ищу? А я тебя ищу. И мне рассказывает, что тот дом, который я говорил. Тот не получается купить, поехали. Он второй раз приехал, забирает меня, везет туда, в тот дом. И он для вас. Мы говорим, да, и договариваемся, и в конце концов, он покупает. Я не знаю, как вам задать все вопросы, потому что во сколько свидетельства вы в Йелгаве открываете на Литвенный дом? Да. Вы открываете его и строите без долгов. Мэрия города шокирована, сначала вас не поддерживают. Если можно, я не знаю вообще, есть ли у нас время для сидеть из всего. Но давайте пройдем дальше. Устанавливай меня, если что-то я тебе могу. Мне очень приятно вас слышать. Вы закончили Киевский библейный институт. Три с половиной года в КБИ, многие знают, многие учились. Вы учились на бакалавра, и вы в Йелгаве открываете еще библейский колледж. То есть, получается, потом время пробуждения. Ваша церковь активно участвует, и ваша церковь открывает еще восемь церквей. Через какое-то время вас выбирает епископом 22 церквей. Вы участвуете в тюремном служении. Получается, что 14 тюрем, они ожидают вашу команду в служении и так дальше. Я представляю, сколько свидетельств вы на эти все вопросы расскажете. Дальше вы, получается, переезжаете в Соединенные Штаты. Вы получили откровение тоже переезжать? Ну, я не знаю, с чего начать, потому что ты почти все рассказал это сам. Но это было 25 лет в Беларуси, 25 лет в Латвии и Америке. Уже начнем с Латвии. Давайте уже в Америке. Времени не осталось. Хорошо, в Америке. Вы получили откровение переезжать? В Америку я не хотел ехать, потому что очень служение, которое было сильное. Это было время как раз перестройки еще. Был Советский Союз, который начинали. И пришла свобода, и поэтому люди просто принимали Слово Божие. Не застолько мы такие сильные были проповедники, а просто делаешь объявления, берем Дом культуры, и люди каялись, каялись, каялись. То есть в Латвии, в Югаве, именно в Югаве открыть было церковь, чего я не понимал, да, что нужно мне было жить в Югаве, а не в Риге. И Господь устраивал даже и работу, и все, да. Потом начали мы строить там молитвенный дом. Начали строить молитвенный дом, нам не разрешали официально строить молитвенный дом. Там помогали нам архитектура, все. Некоторые говорят, вы возьмите, мы говорили, возьмите, чтобы никто не знал, сейчас Советский Союз разваливается, Советский Союз разваливается. И все, придет свобода, говорит, и вы возьмите на несколько человек, как бы строите на двух хозяев взяли, фондовую землю еще там дали, а потом вы объявите, что это молитвенный дом, как на себя, да. Но в конечном итоге мы когда начали строить, и уже построили нулевой цикл, у нас, оказывается, еще КГБ еще было, то есть еще Советский Союз был, оказывается, в той же Латвии. И уже они знали, что молитвенный дом, и нам сказали строго-настрого, вы не будете строить, не будете, нас заморозили. И какое-то время нам не давали. Потом уже мы ждем, что это уже вот свобода-свобода, идем к мэру уже, мэрия там, это самое, не городсполком, мэрия, идем, добиваемся, добиваемся. И этот, а мы молимся, и Господь Духом Святым говорит, и построите, и наполню народом моим этот дом молитв, наполню народом моим, да. И мы уверенно идем, и когда мы идем к этому мэру, начинаем говорить, он сказал, никогда, никогда, никогда. И когда мы так говорим, и Господь мне показывает, я смотрю на него, у него показывает место пустое. А слово я имею уже от Господа имею, что мы построим, да. И потом, раз, он сидит. Я спрашиваю, уважаемый, вот. А он нам сказал, последнее его было выражение, говорит, сколько я буду сидеть, запомните здесь, никогда, никогда вы не построите. Вот такой керебист какой-то. Я вас спрашиваю, а сколько вы сидите, уважаемый? Он говорит, вас не касается. Я говорю, о, не только нас, и тебя касается. Ты сидеть больше здесь не будешь. Придет другой человек, подпишет нам. Ну, чтобы ты знал, мы построим молитвный дом и приглашаем тебя на открытие молитвного дома. Смил. Он нас выгнал, латыш, да. Вот. Выгнал нас оттуда. Мы ушли с таким переживанием. Потом, через месяц, мы читаем в газете новый мэр города. Думаю, ну, надо сходить же, надо сходить, да. Все, и пошли. Я прихожу, и со мной еще там были братья, прихожу туда, вот, а по дороге там, главный ректор, который помогал, говорит, слушайте, говорит, зайди, зайди сюда, говорит мне, говорит, здорово выкинули мэра, а? Говорит, как кинули, что? И он рассказывает. Оказывается, когда он выгнал нас, у него митинг там был. Ага. И он такой злой пришел и рассказывает, что пришли русские писятники, и еще там такой эмануил там, как гансом, там такой по-латышски, пастух такой. И еще мне угрожал с работы меня выгнать. И он рассказал всем этим, что, я кажется, мы его выгнали, да. Я говорю, мы не знали даже этого, такой истории. Откуда ты узнал? Он рассказал. Он говорит, помолитесь за меня, говорит. Можете? Нет, сказать. Мне, говорит, откуда вам, говорит, в Риге помогли? Я говорю, нет, повыше. Где, в Москве? Я говорю, нет, повыше. Он говорит, где? Я показал, там. А не можете там сказать туда, в канцелярию, чтобы меня это, Бог сохранил? Могу, могу помолиться. Могу. Я говорю, не забудьте, говорит, нет. Я говорю, могу сейчас. Он быстренько двери закрыл, я его обнял, молюсь, чтобы он доработал до пенсии. Доработал до пенсии. Все. Он благодарит. Он помогал нам очень, да. И когда уже пошел я к этому новому мэру, оказывается, они настолько приняли, они знали эту историю. Они знали. И когда узнали, что я пришел, то они просто, ну, это самое, как-нибудь, чтобы искали, заискивали. Заискивали. Говорит, мы все поможем, все сделаем, говорит, да. Все сделаем. Мы уже видели, что было с первым мером, поэтому. Он об этом не говорил, да. И мы с Божьей помощью построили церковь в 92-м году. И такое чудесное, что мы провели евангелизацию прямо напротив исполкома, там, где бывший памятник Ленина стоял. И нам поставили охрану, оставили. И мы шли, и плакатами пели гимны. И по-русски, по-латыски плакаты были. И гости были за границей. Пришли, мы являлись, чтобы молитвенный дом вместил этих людей. И что было удивительно, что мэр, можно как свидетельство такое сказал о том же, в церкви, что он родился, он вырос в этом городе, и разрушали только в этом. Ни одной церкви не устали. Нашлись такие люди, пусть будет духовной клиникой. И когда я посмотрел, на последней лавке сидел мэр старый. Сидел, плакал. Ну, это тут, я не имею время рассказывать. Слава Господу за такие свидетельства. Мил Фролович, так много всего я еще не успел спросить. Но, наверное, все-таки перечислю, что вы переезжаете в Соединенные Штаты. И вы были один из первых, кто стоял у истоков 25 лет назад открытие общеобразовательной христианской школы на территории церкви Ифании. С вами работал Филипп Лощук, Сергей Сорокот. Сейчас Лариса Гончар. То есть это школа, сейчас чартерная школа, где Лариса Гончар около 800 студентов. А вы были в начале, вы у истоков образования этой школы. С 2005 года вы стоите в истоке образования, отдела образования церкви Ифании. То есть среди ваших многих студентов, это люди сейчас служители в церквях. Насколько, если за минуту сказать, насколько важно духовное образование для будущих служителей? Очень важно. Духовное образование очень важно. Я и сам это прекрасно понимал, когда сам, будучи предсвитером и епископом, я учился в Киевском медицинском институте. То есть пришла свобода, это пришло, у нас не было возможности. А сейчас почему? Что пастор, он должен просто быть душепопечитель. Он не просто там спикер за кафедрой проповеди. То есть надо кормить. А сердце отца. Сколько в церкви проблем. И Америка мы живем. Семейные проблемы. Взаимоотношения. Работы. Бизнесы. Все. Поэтому это очень важно, чтобы это был человек, посвященный Богу. Это человек, который бы знал твердо основы вероучения. Какие бы ветроучения, какие бы ереси не были. Потому что их очень много в настоящее время. Еще будет больше. И пастор, он должен, который действительно иметь образование библейское. Я за то, что. Поэтому и колледжи библейские, и в Латвии, и здесь, которые да, и даже филиал университета мы тут проводили наши, которые позаканчивали. И я вижу многих бывших студентов нашего колледжа, они являются пасторами церкви. Да, да. Старший пастор нашей церкви, он учился в колледже. Хорошо. Кстати, корейские миссионеры, они же вас признали как почетного доктора богословия. В этом тоже надо... Ну, это просто, да. То, что мы там проводили, ну, это почетно. Я не заканчивал там специально там, что еще... Спасибо, что вы скромничаете. Эмман Фролович, на протяжении, вот сколько я здесь живу в Америке, 25 лет церкви Ифании, я всегда вас помню, как еще пастора-миссионера. Вы проповедовали в более чем в 50 странах. Наверное, 8 из 10 случаев, когда молятся за группу миссионеров, вы там присутствуете. То есть, практически в каждой группе даже больше, чем половина. Я, конечно, планировал за каждую страну расспросить, потому что 50 стран. Я даже выписал, расскажите там, там, за Мексику, Африку, Корею, Кубу, Вьетнам, Индию, Японию, Украину, Беларусь, Латвию, Аргентину, Боливию. Но у нас времени не осталось. Я хочу просто, наверное, выразить слова восхищения. Все-таки вы уже человек, который на пенсии, но спокойно жить не можете. Вам в этом году сколько будет? Ну, это будет круглая дата. Можно сказать? Да. 80? Да. И вы просто, вот это благословение, что ваша доченька Танечка, она супруга, и она ее поддерживает, вас отпускают на миссию. Вы можете ехать в эти поездки. Ваши дети, ваша семья, мне так приятно видеть, как они вас поддерживают. Не всегда даже церковь выделяет деньги на эти поездки, а ваша семья, ваши дети, они собирают финансы, папе, для того, чтобы он мог где-то проповедовать. А вся семья участвует в этом служении? Есть ли у вас какой-то девиз в жизни? Да. Девиз в жизни у меня такой. Все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. Все могу. Это дает меня ободрять. Когда мне тяжело, когда мне трудно. И там кажется, знаете, так дьявол шепчет, ничего не будет, ничего не получится. Там это самое, оставай, это лучше не надо делать, опозориться. Даже вот такое вот. Не взирая на возраст, на служение, на это. Знаете, дьявол настолько атакует, настолько атакует. Вместо учителя могут это подтвердить настолько. А я просто дьяволу, нет, отойди. Нет, я все. Иногда бывает, там где-то прихватило спину или что, я не могу. Нет. Я все начинаю там взгибаться, я пойду, я сделаю, и все. Я все могу. И когда приходит Божья помощь непосредственно, сверхъестественно, да. Это настолько укрепляет меня. Я еще стараюсь ободрить еще других, которые со мной, ободрить их. Все нормально, все будет хорошо, все, мы пройдем. Мы пройдем. Аминь. Что или кто может заставить вас заплакать? Заплакать? Дух Святой. Когда касается, Дух Святой. Настолько касается, наполняет. И вот настолько сердце сокрушается. Это такое блаженство. Кто это переживает, они знают. Они знают. А кто это не пережил, пожалуйста, приблизить к Господу так, когда Дух Святой настолько сокрушает сердце. Умиление происходит. Лейте слезы сокрушения. Да. Вот хочется просто пребывать в таком состоянии. Спасибо. Я не знаю, правда ли, что для дедушки, для бабушки самое лучшее такое время, вот уже, как говорится, и возраста, но самое лучшее в окружении семьи, детей и внуков. Это правда? Ну, окружение мы очень любим. И вот эти вот встречи, и все очень любим. Да. Но когда именно Господь побуждает, нужно поехать, нужно. И Господь устраивает все. Устраивает все. И когда уже сейчас, и не то, что внукам уже, и внуки уже начинают ехать в миссионерские путешествия, хотят быть, говорит, дедушка, как ты. Для меня это такое радость и такое утешение, когда внуку 18 лет, да, кем ты хочешь быть? Он говорит, дедушка, я хочу быть, как ты. О, слава Господу. Сейчас вот уже только вернулся с миссии в Горданию был. 18 лет вашего внука, и он уже миссионер, так как дедушка. Вы же много историй свидетельствами рассказываете. Ну, конечно, я рассказываю, это сколько, это вся жизнь, знаете, она полна божьих таких. В чем смысл жизни для вас? В чем смысл жить для Господа, быть полезным, нужным. И даже сейчас мой возраст, я как бы не планирую уже сейчас заранее какие-то поездки, все, меня приглашают, а я говорю, если будет, молитесь, если будет Господу угодно, и будем живы, то сделаем то и другое. А я сам молюсь, Господь, употреби меня, где я тебе нужен, где я тебе нужен. И поэтому я сейчас как бы не строю там таких планов или что-то. Господь, употреби. И Господь употребляет и приглашает меня, и туда, и туда приглашает, а я еще это все молюсь, взвешиваю. И потом, в конечном итоге, когда получаю от Господа, получаю, Господь говорит, даже последнюю поездку, Боливию которую, да. Кстати, вот если можно, у нас буквально есть минута. Боливия, чем она вас удивила или расстроила? Она не удивила, не расстроила. Значит, первое, что я получил от Господа, что Господь говорит, я благословлю путь твой, который, да, никто же не знает, благословлю. Будут трудности, но, говорит, я пойду впереди. Да, были трудности, почему? Потому что там нам приходилось быть такие, что это опасно, где кислорода не хватает, допустим, да, или дороги такие далекие. Приходилось в джунглях дикарям проповедовать. Ой-ой-ой-ой-ой. Диким людям. Но это же опасно для вашей жизни. Вот. Но, как бы, это уже такие дикари, которые там, они чуть ближе к городу, да, хотя дальше они сказали, что если вы пойдете дальше, там вообще голые ходят, и такие логики, стрелы могут вас убить. А эти уже немножко, как бы, там... Немножко оккультурены. Да, обработаны они там, их уже там, да. Она меня удивила, то, что никто не может ни читать, ни писать с них, никто не может. И как тяжело им говорить, когда не знают Бога, не знают... Начинаешь говорить о любви, ты понимаешь, Божий, об Иисусе Христе, о грехе. А это никак не доходит до них. Оно никак не доходит до них, да. А потом несколько переводчиков, почему? Потому что их наречия, там, племя такое, оно говорит вот на таком языке, да. И в конечном итоге, да, когда мы уже говорили или что, и призвали к молитве, то есть уже, ну, уже слов не хватает. Вот так вот не хватает слов даже. Какие еще слова найти для этих людей, которые безграмотные... И вот они выходят все, выбегают, за что им там перевели, сказали. Это дети там полураздетые, грязные, босые, а там все, мы молимся, обнимаем их, плачем. Благодарю. Слава Богу. Уважаемые телезрители, мы искренне рады и благодарны Господу за то, что сегодня у нас был эфир с Аманилом Фроловичем Прокопенко, за его такие свидетельства, которые в один эфир невозможно вместить. Спасибо. Благослови вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова